Катим Всем привет! В августе Роунд выпустил обновление для драм-машины Роунд ТР-8С Я это обновление прощёлкал, прошло полгода И вот только сейчас, зимой, я решил обновить её Мне немного стыдно за это, но сейчас я это исправлю И ведь это обновление настолько большое, что оно практически на треть увеличивает Производительность данного инструмента Эта прошивка даёт возможность из Роунда ТР-8С сделать ещё и ФМ-драм-машину ФМ-синтез это такой синтез, где один осциллятор модулирует другой на высоких частотах И чем частота выше, тем звук богаче и насыщеннее По сути для ФМ-синтеза вообще не нужны, наверное, фильтры Потому что тембр меняется от одного к другому очень быстро И вы можете найти уникальный звук, и это очень интересно Вообще, ФМ-синтез в своё время чуть не убил аналоговый синтез Когда в 80-х годах вышла Yamaha DX7 Наверняка все знаете этот инструмент Это такой клавишный синтезатор, который был практически у всех на студиях После того, как они выкинули свои модульные синтезаторы на помойку И они стояли никому не нужные Потом, конечно, всё изменилось, аналоговый синтез вернулся Но ФМ-синтез в своё время дал музыкантам проявить новые возможности в сфере музыки ФМ-перкуссии — это всегда какие-то интересные эксперименты Например, есть Nord Drum — это такая маленькая красная коробка Она есть у многих на студиях Это такой ФМ-драм-синтезатор, который позволяет создавать очень крутые звуки Считается тоже одним из эталонов в сфере Digital Drum Machine Есть ещё Model Cycles, по-моему, так называется Это новый FM-синтезатор, драм-синтезатор от компании Electron Тоже не так дорого стоит Довольно доступный инструмент, можно попробовать Я в своё время, когда подбирал себе что-то из FM Именно перкуссии, я купил себе Akimist Tyco Это Eurorack-модуль, который позволяет генерировать как раз-таки Вот эти вот FM-звуки перкуссии Это очень крутой модуль И теперь, когда я буду обновлять свой TR-8s Нужен ли мне Akimist Tyco? Я уже не знаю, потому что, по сути, он должен покрыть все эти нужды в FM-перкуссии Вместе с добавлением FM-модуля в драм-машину Также появились некоторые эффекты Morphing, Ring-модуляция, Frequency Shifter Это также расширяет вашу драм-машину И, конечно, обязательно нужно обновиться Если вы это ещё не сделали Сейчас мы будем делать это Я покажу, как это будет делать И посмотрим, какая драм-машина у нас станет Так, нам необходима будет флешка Но, чтобы всё было корректно, её необходимо отформатировать Нажимаем Utility, плюс Shift, чтобы полистать побыстрее вперёд И находим раздел с SD-карт Формат, ОК Теперь нам необходимо создать бэкап Если у вас были какие-то пресеты, или киты, или сэмплы, или ещё что-то Всё, что вы делали на своей драм-машине, необходимо сохранить также на флешку Теперь нам необходимо загрузить драм-машину в режиме Storage Mode Это позволит на компьютере видеть эту флешку, как USB-устройство На официальном сайте скачиваем обновление Там будет архив, разрахивируйте его, и у вас будет BIN-файл Его нужно будет перекинуть в корень устройства Так, у меня улетела она куда-то не туда Вот прям в корень кидаем Не там, где у вас находятся ваши сэмплы, или какие-то бэкапы Просто вот в корень Сейчас устройство из компьютера лучше извлечь, как флешку Чтобы начать обновление, необходимо включить драм-машину с зажатой кнопкой Shift И обновление автоматически начнётся Ну вот всё готово, версия 2.0 Теперь необходимо найти раздел и сбросить всё до заводских настроек Не знаю зачем, но так вроде было написано Наверное, чтобы устройство работало лучше Далее снова выключаем, включаем Вот этот паттерн теперь первый, но нам это вообще не нужно Нам нужно восстановить наш бэкап Заходим в Utility, Restore и видим наш бэкап Нажимаем ОК, ОК И вот прошивка версия 2.0 И мой паттерн, который был всегда у меня в начале Ну ладно, нам теперь интересно, как звучит FM-перкуссия Я настроил кит таким образом, что в каждый инструмент положил по FM звуку И создал несколько паттернов Звуки очень резкие, цифровые Но думаю, вы найдёте с чем их смешать Субтитры сделал DimaTorzok Roland TR-8S это цифровая драм-машина У неё есть внутренний движок ACB, он так называется Это специальный такой движок, который компания Roland разработала Для того, чтобы восстанавливать звуки своих старых холдскульных драм-машин Таких как 808, 909, 707 Это делается методом цифры Но довольно интересное направление Потому что в одной коробке вы имеете все драм-машины И вот я сначала тоже скептически к этому относился Думал, вот цифра, отстой Но когда я получил это устройство Мне оно очень понравилось Оно очень удобное И на нём можно влёгкую набивать биты И по сути вот это желание делать какие-то винтажные звуки Оно отпало Эта драм-машина также является сэмплером Вы можете, например, эти винтажные звуки загрузить в неё И использовать То есть что-то цифровое, что-то с помощью сэмпл А теперь ещё можно с помощью FM Также делать какие-то перкуссии Это здорово Вообще я очень рад То, что компания Roland не заставляет людей платить за эту прошивку И выкатывать дополнительные какие-то средства Это просто бесплатное обновление Которое расширяет возможности вашего инструмента Просто вообще здорово Я не знаю, сидишь такой, не ожидаешь Что твой инструмент может на треть ещё расшириться И вот бац И выпускает новую прошивку Которая просто увеличивает функционал твоего инструмента Если каждый инструмент увеличить функционал на треть То представляете, да, сколько можно ресурсов было сохранить Не покупая новые инструменты Ну что же, всем спасибо, кто смотрел это видео Надеюсь, оно было для кого-то полезным Подписывайтесь на канал Я буду также ещё выкладывать, наверное, видео про Roland TR-8S Возможно, какие-то туториалы Или просто мысли об этом устройстве Оно у меня уже больше года Очень нравится мне У меня были другие драм-машины Если интересно, расскажу, какие И почему я на этом остановился Но уже в других видео Пишите в комментариях Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok